Всем здравствуйте! Ногтям 5 недель, они отросли, очень мало клюнули, почти не клюнули. Нужно немножечко укоротить и будем делать стандартную коррекцию под лак. Поднимать здесь практически нечего, поэтому все будет очень-очень быстро и просто. Первое, что я сделаю, это толстой кукурузкой сниму покрытие и немножечко сужу ногти. 15 тысяч оборотов форвард. Далее подготавливаю ногти к коррекции. Стандартная процедура, пушером отодвигаем кутикулу и алмазной фрезой приподнимаю кутикулу, зачищаю под ней птериги и шлифую отросшую зону, чтобы не дорабатывать пилочкой. Заработаю на месте. Заработаю 15 лак. Паркодя. Паркодя. Тарапинку. Паркодя. Нужно ходить на месте. Заполняем 10 лак. ничего сейчас не срезаем нам нужно чтобы кутикула просто не касалась поверхности ногтевой пластины и не мешала нам дальше работать спиртом протираю от пыли и наношу кислотный праймер у меня коди даем ему выполнить свою работу не ускоряем процесс не дуть на ногти он должен глубоко проникнуть слои ногтевой пластины приподнять чешуйки обеспечить сцепление с искусственным материалом следующий этап это каучуковая база коди я ее наношу не втирающим не тонким слоем а хорошим выравнивающим потому что это каучук то есть резина должна пружинить чтобы выполнять свою функцию амортизирующую сцепление в этой базы с натуральным ногтем очень классная я спасаюсь от от слоек именно базой каучуковой коди сушим 10 секунд и теперь достраиваю где не хватает материала ногти еле-еле клюнули я немножечко буду возвышать кончик и дострою зону апекса работаю прозрачным однофазным гелем в один этап выложила в зону апекса и толкаю к кутикуле выставляю материал строго стык стык с базой не выходим за пределы базы на натуральный ноготь материал не выкладываем перекатываю с одной стороны на другую запечатывая бока натягиваю на кончик и выставляю материал в кончик повыше слегка еле-еле приподнимаю кончик и отправляю сушить на одну минуту липкость сняла приступаю к пилу пилочка отодвигаю то что возможно лежит на коже завожу за бачок и выполняю стандартный опил форма квадрат и и и и и и и и готово и теперь мне нужно вырезать новую арочку толстой кукурузкой на реверсе вырезаю сначала в торце переключаю на форвард переворачиваю руку делаю тонкий кончик с обратной стороны и тоненькой кукурузкой дорабатываю натуральный ноготь вырезаю его в моделировании не должно быть натуральных ногтей после фрезы всегда прохожусь пилочкой по торцам вот что вышло еще разочек приподнимаю кутикулу срезаю и шлифую еще раз спиртом протираю от пыли после чего приступаю к дизайну делаю покрытие бохо 09 молочный желтый сушу затем делаю второй этап топом покрыла и забафила теперь распределяю где будет подсолнух вот его срединка а вот это будут лепестки на этом уровне и начинаю я лепить зеленых листиков маномер реформа на кисть ссылочку оставлю пудры преимущественно коде шарик ставлю пока жидкий распределяю пока шарик станет матовый я успею сделать еще несколько листиков самый лучший материал для лепки это все-таки акрил какие бы сейчас пластилины не производили акрилом все проще и быстрее за секунды создается лепесток у меня есть курс по акриловой лепки ссылку на ознакомительный ролик я оставлю в описании так листики готовы теперь приступаем к лепесткам желтый и оранжевый нам нужен набираю два цвета ставлю шарик вытягиваю острый кончик пока этот шарик думает я ставлю еще один с противоположной стороны и разлепливая точно также как листики зеленые оставляя вытянутый кончик центр продавила стороны попку отжала и пошли по кругу и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Теперь нужен черный акрил. Это редкий случай, но здесь как раз он очень нужен. Ставлю шарик, заполняю серединку. Черной гель пастой Элит ставлю немножко точечек, захожу на лепестки, чтобы немного смягчить переход от черного в желтый. ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно и по черному немножко пройтись, якобы это семечки. Сушим и вокруг лепки тоненькой кисточкой еще раз покрываю топом без липкого слоя. Готовый результат. Если вам было полезно мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, просматривайте ссылки под этим видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и до новых встреч!